Ребят, всем привет, с вами я Ваня, добро пожаловать на мой канал и в этом видеоролике я вам покажу, наверное, на данный момент единственный легальный соло-глич на деньги и на опыт в GTA 5 Online. Сразу же хочу сказать, что этот глич в большей степени на деньги, но если вы будете тратить на этот глич больше времени, то он будет и для опыта. Итак, для того, чтобы его проделать, нам нужно зайти в паузу, после чего заходим в сеть, дела, начать дело, созданный Rockstar, задание и после чего заходим в задание, которое называется время отбытия. Оно доступно с 35 уровня и это задание от Мартина. И сразу же хочу сказать, что данный глич работает как на пас-ген-консолях, так и на некс-ген-консолях, так и на ПК. Поэтому, ребят, для каждого этот глич подходит, ну и в принципе после того, как мы загрузимся в лобби данной миссии, мы выставляем максимальный уровень сложности, закупаемся патронами, ну и в принципе начинаем это дело в одиночку. То есть это очень классный глич на прокачивание как денег, так и опыта, и все это мы будем делать, конечно же, соло. Поэтому сразу же ставьте данному видеоролику лайк и подписывайтесь на мой канал. Ну и в принципе после того, как мы загрузимся уже в самой миссии, нам по заданию говорят убить свидетеля. Мы садимся в абсолютно любую машину, которая находится рядом с нами и отправляемся как раз-таки за этим свидетелем, который обозначен на карте красным кружочком. И как только мы его догоним, мы должны убить его, после чего нам говорят сделать фотографию его трупа. Мы делаем фотографию и затем нам говорят избавиться от копов. К сожалению, на данной миссии нельзя позвонить Лестеру, он недоступен и нельзя заказать у него понижение уровня розыска. Поэтому от полиции нам придется уходить самостоятельно. Ну и в принципе, как только мы сделаем это, нам говорят отправляйтесь к дому Мартина Мадраса. Мы подъезжаем к его дому, но не заезжаем на чекпоинт и не заканчиваем данную миссию. Мы просто припарковываем нашу машину где-нибудь рядом с его домом и начинаем АФКшить около 10 минут. Заранее делаем так, чтобы стик на нашем геймпаде был натянут и камера над нами вот так вот крутилась. Это нужно для того, чтобы нас не кикнули от бездействия. Ну и в принципе, после того, как мы успешно натянули стик на нашем джойстике и камера стала над нами вот так вот крутиться, мы отсекаем на наших часах около 10 минут. Ну и в принципе, стоим вот таким вот образом АФКшим около 10 минут. Мы можем пока что попить чайку, либо же посидеть в контакте. Ну и в принципе, после того, как прошло 10 минут, мы можем смело заканчивать данную миссию. Мартин благодарит нас за нашу работу и отдает нам нашу выручку. Итак, смотрим, что мы заработали. Мы заработали 15 очков GP, также мы заработали 20 тысяч долларов и 3500 RP. В принципе, довольно-таки неплохо и сразу же хочу сказать, что количество RP, получаемое за данную миссию, всегда меняется. Это зависит от того, как долго вы стоите АФК. То есть, если вы стоите АФК уже не 10 минут, а 15, то вам будут давать уже не 3500 RP, а около 5000 RP. В принципе, вот такое вот коротенькое, но довольно-таки информативное видео я вам сегодня показал. Я думаю, вы поставите под ним лайк и давайте соберем 300 больших пальцев вверх. И также не забывайте подписываться на мой канал, не забывайте вступать в паблик ВКонтакте и в банду Social Club. В общем, все важные ссылочки будут в описании. Всем огромное спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok